Приветствую всех металлистов на моем канале, карантин продолжается, а соответственно у меня появилось гораздо больше времени для того, чтобы уделить его своему каналу. И сегодня я хотел бы поговорить о группе Moonspell, одна из моих любимых групп, мистический Gothic Doom, который это действительно настоящий магнит. Музыка у группы время от времени менялась, но всегда сохраняла свой неповторимый почерк и атмосферу. Я люблю почти все альбомы этих португальцев, правда не все они у меня есть в виде компакт-дисков, но сегодня я хотел бы поговорить об альбоме, который называется Alphanoyer. Оформлял его Антон Сетсиро, это музыкант из группы Septic Flash. Его работы невозможно ни с кем спутать. И как же повезло на самом деле данному диску, потому что это наверное одно из лучших произведений прославленного музыканта-дизайнера. И кстати, как же не повезло следующему диску Moonspell, потому что для Extinct Антон Сетсиро сделал едва ли не самую отвратительную обложку. Давайте я вам ее еще раз покажу, она уже промелькнула. Вот она. Насколько, вернее отталкивающее изображение на сей раз. Честно сказать, я долго не решался приобрести Extinct именно из-за обложки и довольствовался только MP3-версией. Но все же желание иметь данный компакт-коллекции взяло вверх и взяло вверх над моей брезгливостью. Поэтому он теперь есть и в моей фанатеке. Убираем его в сторону. Так вот, альбом Альфа Нойер. Вышел он вот в таком виде. То есть записанный на одном диске с девятью композициями. Сейчас я покажу, как он выглядит внутри. В принципе, что касаемо самого буклета, здесь ничего особенного. Оформлял внутренние странички точно так же Антон Сетсиро. Тексты композиций. Повторы фрагментов обложки. Ну, это, конечно, его стиль. Я думаю, вы видели множество обложек этого художника. Я сейчас уже точно не припомню, у каких групп, но достаточно часто он делает оформление. Так вот, дело в том, что у него, у Альфа Нойер еще был бонус-альбом, выпущенный в лимитированном издании. Что такое бонус-альбом в моем личном понимании и по опыту прочих таких бонусов от других групп? Это диск, в который складывает всякий непотреб. То есть, неудавшиеся композиции, которые отбраковали, например, во время студийной сессии. Лайв-версии песен, какие-нибудь каверы и прочая никому не нужная нагрузка. Поэтому я заочно не воспринимал всерьез данный бонус-альбом и приобрел себе Альфа Нойер, так как он и вышел в своем массовом варианте, то есть в обычной стекляшке. Но после того, как скачал его в интернете, вернее, скачал оба диска и послушал их, то понял, что на самом-то деле вторая часть нравится мне не то, что меньше, а возможно даже больше, чем основная Альфа Нойер. Омега-Вайт. Так называется этот бонус-альбом и содержит в себе 8 полноценных новых композиций. Великолепных композиций, совершенно иного настроения. И я понял, что на самом деле это двойной альбом, как две стороны. Агрессивная черная Альфа Нойер и атмосферно-меланхоличная белая Омега-Вайт. Насколько круто придумано и насколько это звучит, Альфа Нойер, Омега-Вайт. Две противоположности. Реально эти две части не могут существовать по отдельности. Это полноценный двойник, который так и должен был выходить. Так почему же группа не решилась на это? Мне удалось найти старое интервью Фернанда Риберра, в котором он рассказывал, что во время работы над альбомом у них появилась заглавная песня для тогда еще не запланированного Омега-Вайт. Она отличалась от основного материала и не подходила для Альфа-Нойер. И тогда появилась идея сделать вторую сторону. Таким образом у них в студии были дни Альфа-Нойер и после небольшого перерыва дни Омега-Вайт. Перерыв делался, чтобы эмоционально музыканты могли переформатироваться под уже другое настроение. И когда пришло время выпускать новый альбом, у группы возникло много сомнений. Как же поступить? Выпустить обе части с разрывом в пару месяцев или же сделать его в виде бонуса в специальном издании? То есть выпускать двойник они не собирались изначально. По словам Фернандо Рибейра, группа уделила песням Омега-Вайт гораздо меньше времени. И они боялись, что могут испортить гармонию основного альбома. Сомнения взяли вверх и Омега-Вайт не увидел свет в основном издании. Как же они ошибались? Спустя несколько лет Фернандо Рибейра говорил, что возможно стоило сделать иначе, потому что отзывы положительные были в равной степени на обе части альбома. Узнав, что такое издание есть, я поспешил заказать его на eBay, чему несказанно рад. У нас такой альбом ни в одной лицензии не выходил. И, в общем-то, таким образом у меня на руках есть полноценный двойной альбом. Я не очень люблю DigiBook, и, в общем-то, надеялся, что это будет все же DigiPack. Однако, он очень неплохо сделан. Вот в такой дополнительной картонной обложке, по-моему, слепкейс это называется. Сейчас я вам его покажу, как он выглядит внутри. Там особых отличий от однодискового издания нету в плане оформления. Вот основная обложка. Здесь мы открываем первый диск, альфа-нояр. Под ним тоже ничего особенного. И пошли сами странички буклета. Да, фактически, с теми же самыми рисунками. И здесь уже идет разделение на два альбома. Альфа-нояр на белой половинке и омега-вайт на черной. Здесь его, кстати, вот уже нужно вот таким вот образом переворачивать. И ставим уже в эту сторону. Кстати, композиция Neuter's Eve это посвящение Питеру Стиллу из Type-A Negative. И сам компакт омега-вайт. В общем, если вы настоящий поклонник данной группы, то я рекомендую вам найти именно вот такое вот издание, лимитированное, с двумя дисками. Потому что, ну, альфа-нояр без омега-вайт, это, знаете, все равно, что у вас есть правая рука и нет левой. В принципе, здесь даже сама обложка, она подразумевает наличие двух противоположностей в виде белого и черного лебедей. О самих песнях я ничего говорить не буду. Это на самом деле большая редкость, когда в двойном альбоме нет ни одной слабой темы. Поэтому и выделять, в общем-то, нечего. Слушается он на одном дыхании. Это одна из лучших работ Moonspell. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до следующих обзоров, думаю, в самое ближайшее время.